М***ь, мой интервью! Спасибо, что пришёл! Где выход? Перемен требуют наши сердца, и перемен требуют зрители Ютуба. На смену проекту «Что было дальше?» и уже заезженным форматом интервью пришли новые проекты и новые лица. Богдан Лисевский и его абсурдный анти-интервью произвели настоящий фурор. Нарезки смешных моментов с интервью плюшки шоу разлетелись по всему интернету, и, кажется, у русского медиа появилась новая звёздочка. В этом выпуске я расскажу, как Богдан Лисевский превратился из неприметного странного комика в суперзвезду, и в чём секрет успеха его абсурдных интервью. Вы находитесь на канале Die5Top, меня зовут Артём, и мы начинаем. Ты никогда не думал, что я тебе просто ебать могу? Блин, честно говоря, я никогда об этом не думал. Это ж какой хайповый видос может получиться. Продолжим, жопа? А знаете, куда чаще всего идут комики, если не становятся популярными? Они идут в IT. И многие выбирают самый простой способ хода в IT в 2023 году – тестировщик ПО. Основная задача тестировщиков заключается в том, чтобы проверять продукт перед тем, как его будут использовать. Освоить эту профессию вы сможете на курсе от Академии Эдюсон. Вы получите всю необходимую базу для тестировщиков, включая основы тестирования веб и мобильных приложений, написания автотестов интерфейса. Вас ждёт насыщенная программа обучения из 109 уроков, которую поможет освоить личный куратор-тестировщик. Ещё будет 10 кейсов и 39 практических заданий в SQL, что позволяет погрузиться в реалии тестировщика и получить практические знания. Преподаватели в Академии Эдюсон – это практики из топовых IT-компаний. В общем, блоки теории закрепляются практикой, и к концу обучения у вас будет реальный опыт. А HR-специалисты Академии Эдюсон помогут в трудоустройстве и разошлют резюме в компании-партнёры, что позволит вам быстро найти работу. А по промокоду DAI5 скидка 60% на курс. Переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду, который видите на экране. Плюшки имени Ярослава Гашика. Если имя Богдан Лисевский вам ничего не говорит, и вы видите его впервые, не расстраивайтесь, сейчас всё исправим. Богдан Лисевский, 29 лет, российский комик, бывший КВНщик и резидент Comedy Club, а с недавнего времени ещё и известный интервьюер. Лисевский обладает специфическим чувством юмора, не боится жестить, граничит с абсурдностью и остроумием. До того, как видео с его участием стали набирать многомиллионные просмотры, принимал участие во множестве проектов. В 2012 он вместе со своим другом Андреем Бабичем решил собрать команду КВН и придумал название Плюшки имени Ярослава Гашика. Уже по названию было понятно, команда не такая, как все. Кто такой Ярослав Гашик и что у него за Плюшки? И что это за чудак с очень странной подачей и дебильными шутками? Лисевский был самым харизматичным из команды, поэтому именно он стал капитаном. И Плюшки имени Ярослава Гашика начали свой тернистый путь к полуфиналу высшей лиги КВН. Плюшки выделялись из серой массы своим уникальным стилем и необычными шутками, а харизматичный капитан не переставал удивлять. Конечно, не всегда положительно. На одном из выступлений Богдан неудачно пошутил. Разрушьте какой-нибудь стереотип. Стакан наполовину пуст, наполовину башкир. Эта шутка оскорбила башкирский народ и на Богдана написали жалобу. Этот момент вызвал много негатива, испортил репутацию команде и мог навсегда загубить карьеру капитана Плюшек. Но обошлось. Лисевский публично извинился и объяснил, что шутка никакого подтекста не несет. Название Плюшки имени Ярослава Гашика в 2018 поменяли на Плюшки имени Ярослава Мудрого. Видимо, Масляков больше не хотел рисковать. Мало ли, Плюшки своим названием могут принести лишние хлопоты. В том же 2018-м Плюшки добрались до полуфинала высшей лиги КВН, но дальше пройти не сумели. Ребята забрали денежный приз, а в 2019-м и вовсе прекратили свои выступления в лиге веселых и находчивых. В общем, этап под эгидой КВН получился ярким. Команда обрела популярность, зрительскую любовь, а сам Лисевский запомнился своей фактурностью и уникальной подачей. В поисках себя. В 2019-м Богдан Лисевский и его команда попробовали свои силы в Comedy Club. По условиям контракта на сцене появлялся один лишь Богдан, а остальная команда помогала придумать шутки и ставить миниатюры. Правда, что вам песни пишут Макс Фадеев и Вера Брежнева? Брежнева нет. Я знаю, что Брежнева нет. Но то ли Лисевский не зашел аудитории Камеди, то ли Камеди не зашло Лисевскому, закрепиться на сцене так и не получилось. Вскоре ребята вышли из резидентства и Богдан и его команда отправились искать свою удачу дальше. И вскоре они ее нашли. В 2021 году к радости поклонников Богдан вместе с командой появился в громком юмористическом проекте «Игра». Попав в привычную для себя среду, Плюшки сходу стали фаворитами проекта. В своем стиле, на грани абсурда, используя все свои сильные стороны, Лисевский и его команда обыграли не кого-нибудь, а самих Камызяк во главе с Азаматом Усагалиевым и Денисом Дороховым. Кто знает, может быть именно Плюшки выиграли бы главный приз 30 миллионов рублей. Но проект вскоре свернули. То ли действительно из-за ковида, то ли Маслякова отобрали свою игрушку. После этого Лисевский пробовал себя в различных проектах. Участвовал в шоу «Разгоны» в выпуске с Орловым и Поперечным. Пробовал себя в роли стендап-комика и снимался в различных рубриках собственного канала с одноименным названием «Плюшки». Кстати, вот первое видео на этом канале. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем ютуб-канале. Подписывайтесь. Плюшки шоу. Опять не гальцев. Именно так называется рубрика, где Лисевский приглашает всех гостей и своими абсурдными вопросами выводит их из себя. Лидером по просмотрам стал новогодний выпуск с Нурланом Сабуровым. За первые две недели января ролик посмотрело больше 14 миллионов человек. Примечательно, что первые два выпуска «Плюшки шоу» вышли в ноябре 2020 года. Первопроходцами стали актер Павел Деревянко и фигурист Алексей Ягудин. Но зрители как будто не распробовали свежий формат, и выпуски остались без должного внимания. Плюшки продолжили выпускать ролики, но уже в совершенно другом формате. На канале выходили видосы с уроками юмора от Лисевского, прогнозы на чемпионат Европы по футболу, пародии на плохие песни от студии «Союз» и так далее. Казалось бы, всё, момент упущий, но через полтора года вышел новый выпуск «Плюшки шоу». На интервью пришел известный футбольный тренер Леонид Слуцкий. И бам, ролик завирусился, а нарезки с интервью ворвались в тренды тиктока. Затем на интервью пришли актриса Саша Бортич, боец ММА Александр Волков, актеры Андрей Гайдулян, Никита Ефремов и Стас Ярушин. Последними гостями этой рубрики стали футболист, который прославился не только своими ногами, но и руками Артём Дзюба, и неудачно съездивший на гастроли в Америку Нурлан Сабуров. Поначалу «Плюшки шоу» воспринимали неоднозначно. Что это? Новый формат в юморе или полный абсурд? Понятно было одно – реакция есть. Ну а как здесь остаться равнодушным? Каждый выпуск напичком провокационными вопросами и выходками. Непонятно, то ли всё идёт по сценарию, то ли идёт импровизация. Так, в одном из выпусков «Плюшки шоу» с актрисой Сашей Бортич, Лисевский настолько довёл свою гостю, что та отвесила ему смачную пощёчину и ушла. Давайте по-честному. Такую жизнь вы хотели? Казалось бы, это точно очередная постанова, но многим до сих пор непонятно, было ли это спланировано или Бортич действительно так оскорбилась. И таких моментов хватает в каждом выпуске «Опять не гальцев». У «Плюшек», как и у других успешных проектов, тоже есть свои фишки. Начиная с описания ролика и рекламных интеграций, заканчивая финальным вопросом. Кто вам дороже, я или мама? Кто вам дороже, я или мама? Мама. Ну ты тоже дорог. Ну уже не надо, уже. Юмор, прямо скажем, на любителя. Но, как показывает практика, свою аудиторию «Плюшки Шоу» точно нашли. До того момента, как «Плюшки» всё-таки нащупали свой формат, на канале выходили ещё более странные ролики. Например, пародии на плохие песни студии «Союз», смешные прогнозы на чемпионат Европы по футболу или уроки юмора. Как известно, успех шутки лишь на 20% зависит от её текста и содержания. И на 80% от того, как вы её расскажете. То есть, от вашей подачи. Просмотров было мало, но «Богдан» и компания не останавливались и всё-таки смогли заставить обратить на себя внимание. Ещё одно подтверждение тому, что нужно не бояться экспериментировать и продолжать работать, несмотря ни на что. Секрет успеха. На самом деле, «Плюшки» шоу – это русский аналог американского шоу между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом. Узнали? Да-да, это тот самый чудак из «Мальчишника в Вегасе». Первый выпуск этого шоу вышел ещё в далёком 2008-м и шёл практически 10 лет. Передача была суперпопулярной в США и на интервью приходили суперзвёзды Голливуда, известные личности и даже на тот момент президент Америки Барак Обама. Тот же формат, те же образы и даже некоторые сцены. Поэтому Лисевский шёл уже по натоптанному пути. Обвиняете Лисевского в плагиате? Не торопитесь. Он и сам не скрывает то, что скопировал этот формат и даже специально об этом рассказывает. Например, выпуск с Нурланом Сабуровым почти в точности повторяет выпуск Галифианакиса, когда в гости пришёл Мэтью МакКонахи. Ну что ж, друзья, давайте подведём итоги. Меняются времена, меняются тренды и теперь, чтобы хайпануть, звёздам не придётся выслушивать оскорбления от Лёхи Щербакова. Или часами отвечать на каверзные вопросы Дудя. Селебы наверняка уже выстраиваются в очередь, чтобы попасть в шоу Богдана Лисевского. Кстати, как вы думаете, кто будет следующим костем в плюшках? Пишите в комментариях свои предположения, проверим вашу интуицию. И если вы ещё продолжите сидеть на ютубе, то посмотрите ещё один мой ролик, но уже об инстасамке, которую хотят посадить в тюрьму в России, но она всё равно собирается приехать на родину ради концертов. Там глава Лиги Безопасного Интернета конкретно за неё взялась, ссылочка на видео будет в описании. А с вами был Артём, канал Die5Top, пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»